Прекрасно быть в руке Господней, но страшно впасть в руки Бога Живого. И в этом есть большая разница. Павел, пройдя путь от фарисея Савла, который ревностно исполнял закон Моисея, и на основе этого закона, вы знаете, как он притеснял гнал христиан. И после встречи с Господом он стал апостолом. То есть он прошел этот путь от фарисея законника до апостола Христова. И вот он, обращаясь к евреям, то есть к церкви, говорит следующее. Это записано к евреям 10, 28, 31. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях, «Без милосердия наказывается смертью», то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия, и не почитает за святыню кровь Завета, который освящен. И Духа благодати оскорбляет и мы знаем того, кто сказал, «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь». И еще, «Господь будет судить народ Свой». Страшно впасть в руки Бога Живого. Итак, нарушивший закон Моисея при двух или трех свидетелях наказывался смертью. И здесь возникает вопрос, «Какое наказание может быть более тяжким, чем смерть?» И вот в предыдущем стихе этого данного послания мы находим ответ. Это записано в стихах 26-27. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готового пожрать противников то есть это более страшное наказание, чем смерть физическая. Апостол Павел предупреждает, что такое страшное наказание уготовано тем, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь Завета, который освящен. И Духа Благодати оскорбляет. Давайте не будем с вами забывать, что это послание Павла, оно направлено, адресовано именно верующим людям. То есть тем, кто познал истину через нашего Господа Иисуса Христа. Хочу сделать сегодня акцент на одном из вышеперечисленных грехов. Очевидно, что все эти грехи, они совершены против Бога. Но акцент на оскорблении Духа Благодати. То есть Святого Духа. Давайте вспомним ветхозаветного священника Илью. Мы помним, что при нем служил отрок Самуил. И вот священник Илью, когда увидел беззаконие своих сыновей, которые совершали беззаконие в отношении жертвоприношения Господу, и таким образом они развращали народ Божий, он обратился к ним и сказал следующее. Это записано в первой книге Царств 2.25. Первый книг Самуил 2.25. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Бог будет судить его. Если же человек согрешит против Господа, кто будет ходатаем о нем? Итак, мы видим с вами, что есть два вида согрешений. Это согрешение человека против человека и согрешение человека против Бога. И эти согрешения, они, естественно, отличаются друг от друга. Во-первых, своей значимостью и своей тяжестью. И также, естественно, различна и степень наказания за тот или иной вид согрешения. Мы знаем, что согрешения человека в отношении другого человека, они совершаются в результате взаимоотношений между людьми. И это могут быть зависть, злоречие, какое-то лукавое подозрение, клевета, сплетни, воровство, прелюбодеяние и так далее. И такому виду согрешения не вменяется высшая степень наказания. То есть смерть, если согрешивший искренне покается и за него помолятся братья его. Как записано у Иоанна 5, 16, 17. Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти, есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Я не говорю, что он должен молиться. Но есть грех не к смерти. И есть грех не к смерти. Согрешения человека в отношении Бога, они соответственно совершаются в результате близких отношений. Между человеком и между Богом. Из-за совершения такого греха человек наказывается смертью. То есть я еще раз хочу напомнить, что когда мы призываем силу, славу Божью, это говорит о очень близких отношениях с Ним, когда мы с вами провозглашаем жив Господь, Он действительно жив, и когда Он настолько близок, то призываю вас к страху Господним. то есть вот эти грехи против Бога, они могут иметь те же виды согрешений, что и между людьми. То есть это может быть злоречие, это может быть хула, лукавые подозрения, ложь, клевета, воровство, блудодеяние, непослушание и предательство, и так далее. Но все это совершается против Бога. И Библия, наше Священное Писание дает нам несколько примеров такого вида греха, которые совершил народ Божий, как в Ветхом, так и в Новом Заветах. И мы сегодня с вами рассмотрим эти примеры, потому что это для нас хорошее напоминание, чтобы Господь сохранил нас от тех неправедных поступков, которые были совершены нашими предками. И так в Новом Завете, в книге Деяния Апостолов, в 4 и 5 главах, для нас оставлено свидетельство, как предупреждение о том, как смертельно опасно грешить против Святого Духа. Мы помним, когда было движение, когда сошел Дух Святой во время Пятидесятницы, Господь являл Свою славу в народе Своем. И правители религиозные, они были очень встревожены этим успешным служением апостолов, как во время Пятидесятницы, так и позже. И поэтому, как сказано в Деянии 4.18, приказали им, то есть апостолам, отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но мы знаем, что апостолы не повиновались этим указаниям. Вместо этого они поделились со своими братьями и собрались вместе для молитвы. И молитва их звучала таким образом. Это Деяние 4.29-30. Ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам им со всей смелостью говорить Слово Твое. Тогда, как Ты простираешь руку Твою на исцеление и соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И после этой молитвы сразу же произошло чудо. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны. И исполнились все Духа Святого. И говорили Слово Божье с дизгновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения Своего не называл Своим. Но все у них было общее. Но они были все в общей связи. О воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех. Деяние 4, 31, 33. То есть там действительно были удивительные обстоятельства, которые побуждали присутствующих верующих продавать свое имущество свои земли и вырученные от этого средства приносить в подножье апостолов. то есть для распоряжения апостолами в отношении своих братьев и сестер. И вы знаете, это даже не удивительно, что они были побуждаемы Духом Святым совершать вот эти действия. Далее мы читаем, что некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфирею продав имение утаил из сыны сведомо и жены своей. А некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Деяние 5.1.2 Как и сказал Петр к Анании, он имел право сделать то, что он сделал. Потому что Бог лично Анании не повелевал, чтобы он продал свою землю, свое имение и какую-то часть от проданного принес апостола. И принес апостола для общего использования для нужд церкви. Но его грех состоял в том, что он объявил будто все деньги от вырученного он принес апостола. Хотя это было не так. Как и сказал ему Петр, не твое ли это было Анания? Петр задает ему вопрос, почему он допустил сатану в свое сердце? Чтобы солгать Святому Духу. Мы знаем, что Святой Дух в то время очень могущественно действовал через апостолов. Мы знаем, что место, где они собирались и молились, оно было поколеблено силой Божьей. Происходило удивительное исцеление больных. И также проявлялись другие виды проявлений и признаки силы Духа Святого. Апостолы, исполненные силой и помазанием Духа Святого, с дерзновением проповедовали. Апостолы были анонимы с силой и прорывали и все собрание, включая и Ананию с Сапфирой, получило свидетельство, что Бог среди них но они не оказались искренними на деле. Они пожертвовали только часть того, что им принадлежало, выдавая это все, чтобы достойно выглядеть в глазах братьев и сестер. окружающие их братья и сестры могли быть введены в заблуждение, но апостолу Петру был дан особый дар Духа Святого. Это слово знания. То есть он имел способность видеть, читать мысли и видеть сердце человека и имея это помазание он различал ложь от истины. И Петр сказал Анании, ты солгал не человеком, а Богу. Да, это действительно очень хороший урок для всего Божьего народа. давайте помнить с вами всегда, что мы падаем или стоим перед Богом, а не перед друг другом. То есть не нужно ходить перед людьми. Это касается не только средств, которые были утаяны Ананией и Сапфиром. Это касается всякого лукавства, которое может присутствовать во время покаяния. Перед людьми оно может быть искренним, но Бог видит сердце. Это могут быть и молитвы неискренние. Это может быть опять с целью выглядеть красиво и благородно и благочестиво перед братьями и сестрами. Но Бог живой, как мы говорим. И Он святой. Сапфире Петр сказал, что она согласилась своим мужем искушать Святого Духа. Петер сказал Сапфире, что она согласилась с мужем и она понесет то же наказание, что и Анания. И мы знаем, что Господь поразил их обоих смертью за то, что они согрешили против Святого Духа. И это не могло быть им прощено. Потому что это не был грех неведения. И так человек может согрешить перед Богом, когда он имеет с Ним взаимоотношения. В Библии есть и другие примеры согрешения против Бога. И это началось с самого начала. То есть Адама, который не послушался Бога, и нарушил его самый первый Завет. его заповедь. Заповедь не вкушать плодов с дерева познания добра и зла. Но мы знаем, да, что Адам не послушался, и это вменилось ему в тяжкое преступление с последующим наказанием. Смертью умрешь, сказал Господь. То есть причина непослушания. Не человеку, а Богу. Мы помним с вами, что когда народ израильский уже вышел из Египта и находился в пустыне и были в мудрости. Когда Моисей зашел на гору и пребывал в течение сорока дней с Господом, когда Моисей и был с Богом за 40 дней, и сделал себе золотого тельца и назвал его своим Богом, за что был поражен Господом. Давайте вспомним, как это было. Это записано в Исходе 32, 33, 35. Господь сказал Моисею, того, кто согрешил передо мною, изглажу из книги Моей, и так иди, сойди перед веди, а, простите, и так иди, веди народ сей, куда Я сказал тебе, вот Ангел Мой пойдет перед тобою, и в день посещения Моего Я посещу их за грех их. И поразил Господь народ за саделаного тельца, которого сделал Аарон. То есть, духовный блуд. Это было духовное адолтрие. Господь, обращаясь к Своему народу, задает следующий вопрос. Это написано у Малахии 3, 8, 9. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы проклятый, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Вот еще один грех против Бога. Воровство. Итак, вернемся к детям священника Илии, которые отвращали народ от жертвоприношения. Грех их был велик. И за это они поплатились жизнью. они умерли в один день. Иуда Искариот был вором и предателем. В наказание смерть. Анани и Цапфира солгали Господу и были поражены мгновенно. Итак, всем вышеперечисленным преступлением против Бога можно дать одно общее определение. Это хула на Духа Святого. Так как хула согласно библейской энциклопедии Брагауза это оскорбление каким-либо словом или делом. А также клеветнические обвинения. И наш Господь Иисус Христос в Евангелии очень ясно сказал, что ожидает тех, кто согрешит против человека и тех, кто согрешит против Бога. Это записано у Луки 12.10. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. И у Марка 3.28-29 Истинно говорю вам, будут прощены Сынам Человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили, но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит Он вечному осуждению. Господь нас призывает к страху Его. Да сохранит Он нас во время Его посещения. Будьте благословенны. Будьте благословенны. благословенны.